Каждого из киевлян я прошу с пониманием ставиться к этой проблеме и просил бы также всех киевлян точно так же с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле. Салам пополам, земляне, земляне с вагинами, с вами Кэмл и вы на бывшем канале Верблюжья Жизнь, теперь он называется Дневник Верблюда. Я действительно хотел уйти с Ютуба и в принципе, фигня, неудачно побрился. Так вот, и в принципе свой основной канал это Верблюд по пензе я заморозил, все я перенес на Рутуб, на Яндекс Дзен, поэтому пожалуйста подпишитесь туда. Да, времена такие, что черт его знает, что будет дальше, но мы должны друг другу помогать. Времена сложные, нелегкие, поэтому я вас очень прошу подписаться и на Яндекс Дзен, и на Рутуб, ссылка есть в описании. На этих каналах я рассказываю про историю, про историю пензы в основном, но иногда будет в дальнейшем попадаться и кое-что другое. И другая история, ну а здесь формат будет несколько иной, потому что ведь наши ребята, пока они зачищают свина Рейх от их пагубной античеловечной идеологии, и удобряют землю навозом и прочими фашистскими формированиями. Есть еще информационный фронт, который также вовсю полыхает, вот я тоже решил так присоединиться. Вот, давайте начнем, пожалуй, буду рассказывать только о том, что мне интересно. Кому понравится, тому понравится, кому не понравится, тому, в общем-то, его дело. Здесь демократия. Итак, начнем. Давайте, действительно, вот теперь, действительно, начинаем. Значит, первое. Вы все, наверное, видели кадры, как издеваются над российскими солдатами, над военно-пленными. И вот эти люди издеваются. Как сейчас скажу, кто это? Это Сергей Величко, Чили и Константин Немичев. Это два ублюдка из Харькова, из движухи харьковского металлиста, около футбольщики. Я больше чем уверен, что они причастны к Одессе 2 мая 2014 года, когда сошли людей. Это я больше чем уверен, потому что там как раз основную скрипку играли харьковские вот эти вот псы-собака ловлять. Поэтому вот их фотографии. Вот. Есть еще, кстати, телефоны, кому интересно, тоже могу написать в личку. Значит, дальше. Вот тоже интересное фото, где издеваются над нашим подбитым летчиком. На фото некто Роман Присижнюк. Не знаю, что за тварь. Ну вот она тварь, а вот это же тварь со своей самкой. Страшна, как Господи Боже мой. Так что, как говорится, я думаю, судьба этих тварей, она предрешена. Это, как говорится, о грустном. О грустном, теперь немножечко о веселом, потому что война войной, но есть и забавные вещи, которые творятся. Допустим, у нас есть некто Петер Хаук. Это министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг. Надеюсь, я правильно прочитал. И, значит, что это товарищ сказал? Я вам просто цитирую, зачитываю, можно сказать. 15 градусов зимой можно пережить в свитере. Никто от этого не умрет. Мы должны перекрыть Путину денежный вентиль. А значит, нам надо перекрыть газовые и нефтяные краны. Чтобы у свободы в Европе появился шанс. У себя в ВК я написал, это еще был февраль месяц, когда только все началось. Когда страшные санкции весь мир ввел. Я написал, что своим поведением Германия, она выстрелила себе не вновь, она выстрелила в голову. А так как мозгов там давно нет, там образовалась дыра, и они простудятся и умрут от того, что застудят мозжечок. Ну, видимо, я оказался прав. Видимо, оказался прав. Поэтому вам пламенный примет, товарищи Бюргера. Кстати, я очень хочу заметить, после того, как Путин крутанул наждачок. Что такое крутить наждак? Ссылка в описании, почитайте. После того, как Путин крутанул наждачок с рублевыми оплатами для недружественных стран. Пока только загасну, далее, я думаю, будет все остальное. Кстати, вы должны перевести до 31 марта, должны подготовить все вот эти вот порядки. Как это делать? Я думаю, что подготовят. Так вот, все вот эти вот европейцы, они стали очень такими капризными. Капризными. Какие-то еще такие у них непонятные капризы. Допустим, итальянцы из Ени, какая-то энергетическая компания. Видимо, я не силен в итальянских реалиях. Так вот, они сказали, что они не могут платить рублями. Вообще, какие-то, что за капризы. То есть, мы в России можем, а они там у себя не могут. Ребят, вы эта крапуза заканчиваете. С этим это не есть хорошо. Так что, как-нибудь адаптируйтесь к новым реалиям. Все, все реалии закончились. Старые. Что еще интересного? Из интересного Guardian, газетка такая, английская, написала. Я вот, правда, только вчера прочитал. Мы видим, может быть, это было раньше, не вчера. Так вот, они написали, что сборные Шотландии и Уэльса, они должны уступить украинской команде без боя. Это, так сказать, право выступать на чемпионате мира. Хорошее заявление. Я, в принципе, с ним не согласен. И вот, нельзя останавливаться на полумерах. Я думаю, что надо сразу же Кубок мира отдать Украине. То они будут играть? Может быть. Если там будет еще кому играть, конечно. Будут играть на чемпионате мира. А из-за любого нарушения будут говорить, что это кремлевские нарративы. И суть их неправильная. Будут слезы, сопли и говно на весь свет. Поэтому отдайте им сразу же Кубок мира. Это у меня такое предложение. И, кстати, что касается англичан и США. Когда говорят, что там Европа, туда-сюда надо понимать, что не Европа, не вот такие вот всякая мелкая хуэрга, вроде проебалтов, поляков и прочих Албаний. Они же не самостоятельны. Это всего-навсего следствие. И так же, что мы делаем сейчас в Украине, это следствие. А причина? Причина в двух государствах. Англия. Говорю сражаться Англией, потому что не Великобритания. Великобритания, она слишком разношерстная. И США. Вот лично мое мнение, что данные государства вообще не имеют права существовать как государства. Их просто не должно быть. Я не знаю, каким образом это должно произойти. Но там США можно на 50 государств разделить. Великобритании тоже там награвство предлагают. Кстати, очень хорошая вещь. Давайте их разделим на графство. Пока вот эти вот так называемые государства, вот эти вот людоеды пока существуют, порядка на земле не будет. В этом я убежден на 350%. Вот. Ну вот пока как-то так. А да, забыл, что у нас уже несколько дней на Украине день нефтяника. Выбивают все нефтебазы. Выбивают настолько, что некоторые уже восстановить невозможно. В общем, как говорится, стоп собаки, стоп оленя, стоп май сани, it's my life. Инфраструктура выбивается очень прилично. Ну вот пока как-то так. Увидимся. И еще раз говорю, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мои каналы. В язгах ZNR2. Всем пока. Мирного неба над головой. С вами был Кэмл. Бай-бай.